Здравствуйте, друзья! Здесь Деменков Юрий. В прошлом видео я рассказал о том, что я прочитал статью Гарри Марковица о распределении активов. И сейчас я хочу вас познакомить, во-первых, с тем, что я прочитал, а во-вторых, как это использовать на практике. Буквально, вот как всегда я конкретен, как никогда, то есть буквально на какую кнопочку нажать, об этом я буду говорить в конце, поэтому смотрите видео до конца. Итак, что сказал Гарри Марковиц о распределении активов? Смотрите, предположим, что ну вот вы инвестируете и, конечно же, мы хотим с вами получать максимальную прибыль, не так ли? Действительно, это так, но есть активы, которые дают гарантированную доходность. Это, например, ну скажем, депозит в банке, простейший актив, он дает 6 процентов доходность. Либо, значит, мы можем купить облигации, которые будут давать уже доходность, ну там 7, 8, ну 8, там 12, можно 14, но я в среднем посчитал 8 процентов годовых облигаций. Это доходность, ну практически гарантированная. Это гарантированная доходность. То есть мы четко знаем, что мы получим вот эту доходность. Если в депозите, то там 6 процентов, значит, облигации 8 процентов. И есть вариант еще какой-то актив, ну скажем, акции, да, вот, и это не обязательно могут быть акции, об этом мы позже будем говорить. Еще один актив, что получает, который дает, не дает гарантированную доходность, но есть ожидаемая доходность. Так вот, ожидаемая доходность у таких активов, ну скажем, там 16 процентов годовых, 20 процентов годовых, то есть где-то примерно в два раза выше, чем дают облигации. Но это ожидаемая доходность, она совсем не гарантирована. И какие же активы брать? То есть смотрите, если мы берем активы, которые дают ожидаемую доходность, ну скажем, акции, то, соответственно, получается, что там есть возможность получить прибыль, а есть возможность ее не получить, есть возможность даже улететь в убытки. И что же предпочесть? Ту доходность, которая дается гарантированно, но маленькая, либо побольше, но с риском. Давайте сейчас мы переключимся на Excel, на мой любимый, и посмотрим на табличку. Смотрите, у нас 400 тысяч, ну те самые 400 тысяч, которые мы кладем на ИИС, скажем так, ну поэтому 400 тысяч. Вот, значит, акции, сравним три варианта акции, облигации и депозит. Вот, и предположим, что кто-то, один человек положил на депозит под 6 процентов годовых, второй решил положить в облигации, ну для этого он открыл брокерский счет, вот, и, соответственно, купил облигации ОФЗ или другие какие-то облигации, но очень-очень надежные, 8 процентов годовых, гарантированно. Это вполне возможно сделать на бирже. Вот, и, значит, третий человек купил акции. Ожидаемая доходность по акциям, ну он так оценил, ну 16 процентов годовых, то есть в два раза выше, чем облигации, как мы и договаривались. И, ну, смотрите, у депозита разброс нулевой, то есть он точно знает, что у него доходность гарантирована. У облигаций разброс нулевой, дисперсия это называется, разброс, то есть все гарантировано. Акции. Акции дают дисперсию, то есть ожидаемая доходность, конечно, она 16 процентов, но реально может быть плюс-минус 30 процентов или 40 процентов. Запросто может быть. Что значит, ну, скажем, 30 процентов плюс-минус? Ну, это значит, то, скажем, что 16 процентов плюс 30 процентов, ну, скажем, ожидаемая доходность, это 46 процентов максимальная доходность, которая может быть. То есть мы ожидаем 16, получили 50, такое может быть вполне на акциях. Но на акциях может быть и обратная. То есть мы ожидали 16 процентов, а получили минус там 16, минус 30 процентов, скажем, или даже минус 40 процентов, получили минус 25 процентов. То есть мы ожидали получить 16 процентов прибыли, а получили там 20 процентов убытка. Это бывает запросто. Вот. Поэтому что предпочесть? можно рискнуть или не рискнуть. Вот. Ну, конечно, надо оценивать шансы, что будет доходность, что не будет доходность. Но давайте посмотрим, что же произошло. Ну, конкретный случай. Конкретный случай. 2016 год. Модельный портфель. Я уже об этом неоднократно говорил. Значит, реальный доход, который дал модельный портфель, я посчитал, это вот у конкретного человека, значит, там прямо вот реальный портфель, так сказать, абсолютно живой человек. Вот. 34 процента годовых он дал. Вот. Ну, соответственно, облигации дали бы 8 процентов, депозит дал бы 6 процентов годовых. Вот такие суммы. В результате через год у того, который положил деньги на депозит, 424 тысячи рублей, у того, который положил деньги в облигации, 432 тысячи рублей, а у того, который в акции вложил 536. Но есть риск. Смотрите, что получается. Что такое ожидаемая доходность? Ожидаемая доходность – это наиболее вероятная доходность. Наиболее вероятная. То есть она, ну, как бы рассчитывается о том, как она рассчитывается, как она, почему она наиболее вероятна, я буду рассказывать позже. Вот. Сейчас не об этом. Сейчас о следующем. Смотрите, что происходит на следующий год. Вот. Дисперсия та же самая. И все люди оставляют деньги там же. Значит, тот, который на депозите, оставляет на депозите. Лучше по чуть-чуть, но гарантированно. Тот, который в облигации, говорит, да, тоже лучше по чуть-чуть, но гарантированно. А третий говорит, ну, господи, я заработала 34 процента, можно немножечко и продуть. Вот. 20 процентов. Но что в результате? Проходит год по результатам 2017 года. Тот, который на депозите получил 6 процентов, естественно, потому что там ничего, так сказать, там все строго оговорено. Вот. Тот, который в облигации 8 процентов, там все гарантировано. А в акциях плюс 24 процента. Был риск потерять, конечно, но плюс 24 процента. Результат. Тот, кто на депозите лежали деньги, 449 тысяч 440 рублей, облигации 466 тысяч 560 рублей, 664 тысяч 640 рублей у того, кто положил акции, оставил в акции. Деньги оставил в акциях. И третий год. Третий год, смотрим, не все гладко. Тот, который на депозите получает свои 6 процентов, тот, который в облигациях 8 процентов, все гарантировано. Акции дают, не дают такую прибыль. Ну, предположим, 2 процента. На самом деле, там больше сейчас уже. Вот. Но, тем не менее, 2 процента. Смотрите, результат за 3 года. 678 тысяч фактически у человека, который рискует. 503 тысячи у того, который под 8 процентов положил в облигации. И 476 тысяч у того, который гарантирована доходность. И даже если бы сработал самый худший вариант, скажем, минус 20 процентов, давайте посмотрим, что будет. 531 тысяч. То есть даже если на третий год, скажем, сработал негативный вариант 20 процентов потери от вот этих 664 тысяч, тем не менее, конечно, обидно потерять. Но, извините, хорошая сумма. Сейчас я немножечко здесь... Вот так. Вот. Все равно хорошая сумма, согласитесь? 531 тысяча. Вот. Но, тем не менее, значит, здесь плюс 5 процентов на самом деле. А теперь смотрим на графики. Я сейчас удаляю вот эти столбцы. Не удаляю, а скрываю. Вот. И смотрим на графики. Вот так это выглядит на графиках. Теперь, что говорит Марковец? Он говорит, предположим, у вас есть два актива. Для простоты два актива. Один актив – это с гарантированной доходностью и с минимальной дисперсией, то есть минимальный разброс, мы видели, да? Это облигации. И второй актив – это акции. И давайте мы вложим деньги не... Ну, не все деньги в один актив, а давайте мы их разложим. Каким образом мы их разложим? А мы их разложим в две корзины. Часть денег пойдет в одну, часть – в другую. Какая часть пойдет денег в одну корзину? Сейчас мы будем уже рисовать формулы, к сожалению. Вот. Часть денег, которая пойдет в одну корзину, будет называться D1. Вот. И часть денег, которая пойдет в другую корзину, соответственно, D2. Поэтому D1 плюс D2 равно единице. Они будут в определенной пропорции. Скажем, если 20% в облигации, а 80% в акции, то D1 будет 0,2, D2 будет 0,8. Это понятно. Вот. И наоборот, соответственно. То есть 0,2 мы раскладываем вот в разные корзины. Соотношение может быть не 50 на 50, а разное. И как будет вести себя такой портфель? Как вот эти соотношения D1 и D2 подбирать? Это уже второй вопрос. И он говорит, что когда мы выбираем портфель, то надо учитывать риски. Что такое риски? Это вот та самая дисперсия. Вот. И Гарри Марковец говорит, что для того, чтобы составить оптимальный портфель, не обязательно самый доходный, с ожидаемой самой большой доходностью, вот как здесь получилось. Он будет оптимальный. Потому что будет год, когда вот он, пожалуйста, минус 20 процентов, и уже, значит, если таких пару лет, то, в общем сказать, облигации обгонят. Что же делать? Как сделать так, чтобы портфель был оптимальный? А надо делать следующее, говорит Марковец. И вот, значит, надо учитывать вот эту штуку. И давайте посмотрим. Вот мы берем, раскладываем. И вот эта пропорция, значит, D1 и D2, давайте нарисуем такую кривую, говорит он. И в одну сторону будет риск, в другую – доходность. И мы на этой кривой будем обозначать доходность вот за эти три года при разном соотношении. Ну, в данном случае вот у нас получилась доходность вот такая. А если бы мы положили все деньги, вот скажем, ну, в облигации будем так говорить, 8 процентов годовых. Вот она доходность. И, соответственно, доходность, которая здесь, на акциях, у нас получилась намного выше. И он в других уже координатах рисует все это дело. Вот в каких координатах? В одну сторону он рисует риск, то есть дисперсию, а в другую – доходность. И что в таких координатах у нас получается? Посмотрите. Вот если мы сюда отложим риск, а сюда доходность, то получается, что чем больше риск у нас получилась, тем выше доходность. Вот. И чем ниже риск, тем ниже доходность. А что будет, если мы возьмем и вкладываем вот в таком соотношении? Там D1 плюс D2 равно единице. То есть, ну, для простоты он сделал там 50 на 50, то есть D1 равно D2, равно 1,2. Ну, на самом деле доходность может быть разная. И он говорит, так, хорошо, рисуем линию, линию, в которой будет, так, сейчас его так вот, доходность будет, вернее, не доходность, 100% облигаций. Вот одна такая линия, вот здесь точка. И вот здесь точка, значит, риск больше, соответственно, это акции, вот здесь доходность. Так вот, получается, что здесь 100% облигаций, здесь 100% акций. А давайте нарисуем еще одну линию, когда 10% облигаций и 90% акций. Ну, понятно, что она будет где-то вот здесь уже. Вот, и таким образом давайте будем считать 20% акций, 20% облигаций и 80% акций. Следующая линия. Вот, и оказывается, оказывается, что доходность растет вот так. Ну, при разных обстоятельствах, вот, доходность растет вот так, но через какой-то определенный момент, значит, там 60%, скажем, ну, какое-то соотношение, она перестает расти, доходность. Понимаете? Вот, и она, то есть мы увеличиваем долю акций, а акции ведь могут и понизиться, поэтому давайте перенесем вот эту вот линию вот сюда, вот так вот. То есть они же могут и понизиться, вот, минус 20, и тогда посмотрите, что получается. Вот мы берем вот это соотношение, соотношение между бумагами, и D1, D2, там 20, 80, ну, и так далее. Ну, на самом деле здесь легко, потому что здесь у нас всего две бумаги, поэтому D2 равно 1 минус D1, поэтому только один параметр, D1, и здесь вот D1 равно 1, и, соответственно, оно потихонечку идет к нулю, D1. Вот, и, соответственно, вот на параметре доходность риск у нас вырисовывается вот такая вот кривая. Ну, я извиняюсь, конечно, за свое художество, но она вот такая. То есть смотрите, есть оптимальная доходность, когда у нас соотношение между облигациями и между акциями оптимально. И как это определить? Ну, надо выбирать определенную пропорцию между теми бумагами, которые дают больше дисперсию, то есть больший риск, и теми, которые не дают риска. И когда мы определяем вот это соотношение, ну, в данном случае D1, давайте я прямо сейчас, ну, скажем вот так вот, D1 равно, здесь очевидно, да? D1 минус D2. Это, ну, математика второго класса. Вот, буквально. Вот, соответственно, получается, что мы выбираем D1, вот по этому соотношению, и придерживаемся этой стратегии. Что это такое? Что это значит? Это значит, что мы выбрали вот в этом соотношении, значит, там, скажем, ну, в данном случае получается, скажем, 60% акций, 40% облигаций. Мы выбрали вот такое соотношение. 40% облигаций, 60% акций. Мы выбрали такое соотношение. Нам повезло, акции выросли в цене, сильно выросли в цене. Что мы делаем через год? Ну, или через какой-то промежуток времени. Давайте не будем год, через какой-то промежуток времени. Мы делаем ребалансировку. То есть мы смотрим, доля акций у нас выросла, потому что акции выросли, а доля облигаций понизилась, потому что доля акций выросла. Что мы делаем? Мы берем, продаем часть акций, выкладываем те средства, которые выросли, и вкладываем в облигации. Ребалансировка. Вот. И таким образом мы сохраняем баланс в портфеле между облигациями и акциями. И эту ребалансировку надо делать достаточно регулярно. Кто-то советует ее делать раз в месяц, кто-то советует ее делать раз в две недели, кто-то советует ее делать раз в полгода или раз в год. Все зависит от того, какие у вас цели в инвестировании, каких целей вы хотите достичь. И самый лучший вариант, самый прибыльный вариант, это когда мы берем, вот мы выбрали вот такое вот, скажем, соотношение, такой баланс между различными активами, и мы начинаем вкладывать, мы начинаем регулярно пополнять наш портфель, и мы начинаем с соблюдением вот этого баланса вкладывать денежки, потому что, ну, акции бывает, что растут, а бывает, что и падают. Когда акции падают, когда кризис, когда кризис, денежки, облигации уже намного выгоднее, чем акции, потому что они дают гарантированную доходность, и их можно всегда продать, там, пожалуйста, и они дают гарантированную доходность, вот, вот они, вот деньги лежат, и они растут, а она в акциях падает, вот, потом кризис кончился, что происходит после кризиса? Акции резко начинают расти, а у нас баланс соблюдается. Так вот, по статистике, посмотрели на протяжении, там, скольких-то лет, там, 30 лет, что происходит с акциями? Получается, что акции растут, вот, но бывают периоды, когда они не растут, поэтому, ребалансировочка, вот, в этом соотношении, в каком-то, в таком, каком они выбрали, вот такая теория у Гарри Марковица. Дальше он говорит, ну, хорошо, это два актива, а если три актива, четыре, пять, десять, как их выбирать? Так вот, об этом я расскажу позже, поэтому, значит, то, что я сейчас самое главное обещал, значит, на какую кнопочку буквально нажать, вот, сейчас я вам расскажу, на какие кнопочки надо нажать, для того, чтобы составлять оптимальный портфель, и для того, чтобы начать инвестировать. Ну, первый шаг, который мы с вами должны сделать, друзья мои, то есть, здесь вот без вариантов абсолютно, первый шаг, который мы должны сделать, это, если мы хотим инвестировать в акции, или в облигации, это, как минимум, открыть брокерский счет, то есть, завести этот актив, вот, поэтому, сейчас я вам покажу, какой первый шаг надо сделать, вот смотрите, сейчас вы находитесь на моем канале, вы сейчас видите мое видео, и вот здесь, вот в конце видео, в описании, есть кнопочка, про которую я говорил, вот она, демитков, юр.ком, если вы до сих пор этого не сделали, там вы узнаете подробнейшую информацию о том, как открыть брокерский счет, как начать торговать на бирже, как искать те активы, которые вам нужны, без этого вам абсолютно не обойтись, то есть, вот это вот азы, это, это биржа для чайников, это то, что, ну, каждый должен освоить для того, чтобы начать эффективно инвестировать. Еще одна волшебная кнопочка находится вот здесь, вот видите, вот мы наводим сюда подписка, значит, надо нажать вот на эту кнопочку, и здесь же будет, вот снизу, вот здесь будет колокольчик, вот на этот колокольчик надо нажать, потому что в следующем видео я расскажу, что дальше советует, во-первых, Гарри Марковец, а во-вторых, какие активы, конкретно какие активы, надо, в какие активы надо инвестировать для того, чтобы начать инвестировать так, как советует Гарри Марковец, вот, и на основе этих рекомендаций вы увидите, что есть очень-очень много вариантов, то есть, ну, Уоррен Баффет, в частности, ну, он знал эти все теории, он не такой уж умный, вот, Уоррен Баффет, но он понимал смысл вот этого, и вот сейчас я надеюсь, что я объяснил смысл того, как надо инвестировать, надо выбирать определенное соотношение, так вот, какие активы выбирать, по какому принципу, я расскажу в следующем видео, поэтому, если вы не нажали колокольчик, нажмите, чтобы не пропустить следующее видео, Ну, а на сегодня все, и традиционно я прошу вас поставить лайк, напишите в комментариях, вам понравилось вот данное видео или нет, потому что, ну, мне это очень важно, доступно ли я объяснил все, насколько доступно я объяснил, если есть вопросы, задавайте, если вы скажете, что вам не интересно, но, а что делать, я не могу всем нравиться, но это интересно прежде всего мне, я буду этим заниматься в дальнейшем, и я буду об этом рассказывать, поэтому, друзья мои, пожалуйста, напишите, хотите вы, сказать, продолжение или нет, ну, а на сейчас все, поставьте лайк, с вами был Демитров Юрий, до встречи. Продолжение следует...